Листья конопли теперь можно встретить не только в поле, но и на торговых рядах. Ремни, сережки, зажигалки, где только не изображена эта дурман-трава. Однако предприниматели не задумываются, что продажа подобной продукции запрещена законом. Сотрудники наркоконтроля постоянно проводят мероприятия по пресечению пропаганды наркотических средств. 20 октября они в очередной раз отправились в рейд по торговым точкам. Что грозит нерадивым бизнесменам, расскажет Анна Колганова. Первая точка – Сеймский рынок. Николай Лактьонов торгует здесь швейными принадлежностями достаточно давно. Среди изобилия на прилавке есть и нашивки в виде конопли, причем даже зеленого цвета. Сходство с дурман-травой очевидно, но продавец даже не догадывается о том, что пропагандируют наркотики. Сами как относитесь к пропаганде наркотиков? Самая большая гадость, которая только в мире нет. Сотрудники наркоконтроля товар изъяли, составили протокол. Николай в недоумении, как он нарушил закон. В Москве это в свободной продаже. Все, лежит, пожалуйста, упаковками огромными. Я беру просто товар. Если что-то там изображено, вот на ремне, я же не буду присматриваться, где же там какая-то конопля или что-то такое. Мне качество интересует. И люди тоже качество интересуют. Они тоже не особо смотрят. Однако незнание закона от ответственности не освобождает. Для юридических лиц штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Для физических, хоть и в 10 раз меньше, но сумма тоже ощутимая. Перед тем, как принимать меры наказания, наркоконтроль отправляет изъятые предметы на проверку. На ботаническую и лингвистическую экспертизы и уже исходя из этих экспертиз будет решаться вопрос о направлении материала в суд для принятия решения о наложении штрафа на лиц, причастных к реализации указанного товара. А это уже Покровский рынок. История похожа. Только здесь разноцветная дурман-трава изображена на мужском нижнем белье. Рисунок дополняет компрометирующая надпись. Предприниматель Арусяк Киракосян понимает, что приступил и закон. Поэтому из прессы общаться отказывается. Просто уходит. Но, уверяют сотрудники наркоконтроля, от административного штрафа ей не скрыться. Анна Колганова, Сергей Дорохов, Телеканал СЕИМ.